Итак, ребят, я сейчас сделаю подставку из той доски, которую я разбирал здесь, в этом же половой доске. То есть она шпунтовная, если вы видите, да? Был небольшой помост там сделан, вот из нее, а наши одной 12 сантиметров. Я из нее сейчас нарежу и сделаю струнку, чтобы не оставлять утильщи, и повешу на стенку. И для того, чтобы не начать, я отмерил метр, разделил доску ровно пополам. Да, по 6 сантиметров. И эту доску наметил себе отметиной. В общем, получается, я отступил от края 5 сантиметров, делаю отрезок 9 сантиметров, и посередине он 4 сантиметра, делаю отметку. Вот в него будут засверивать как раз вот эту коронку, она 6,4 диаметром, то есть, а потом доску так распилюем на две части, и она будет держать удилище. С одной стороны и с другой стороны. В общем, для меня это новое, но я думаю, все, у меня получится отлично. Я делаю это из тех подушников, которые у меня есть в гараже, я не хочу удрожаться и заказывать эти стойки, поэтому белую стойки своим рукам. Итак, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, когда сделал два запила в дырке, я понял, что у меня расстояние здесь устраивает, здесь, здесь тоже устраивает, и я напилил, как вы видели ранее, заготовки. Заготовки. То есть, я напилил доски, все по метру, абсолютно все. Мне на одно, на один стеллаж, где будет 10 удилищ, нужно 4 доски. Получается две боковых, одна снизу подпорка, на которую становится удилище, и одну я разрезаю и ставлю, как раз держится удилище. По 4 доски. Также я их зашлифовал. Шлифовать я пробовал шкуркой, в которой у меня есть такое специальное присоединение, видели. Но потом взял ту же самую болгарку, зашлифованную диск под металл, и прям изумительно зашлифовалось, и легче ей управлять. И тем более, у меня здесь пазы. Вот ей пазы легко вообще было проходить. Ну, каждый щит камень удобнее сделать. Вот. Также я зарезал. То есть, вот боковые стенки, это произвольный зарез, был 5 сантиметров, отмерял квадратик. И вот здесь отрезал, это вот боковое, где подходишь к удилищу. То есть, получается, это задняя стенка, отсюда, здесь удилище торчит. Но это чисто эстетически, можете не делать. Вот. Ну, внизу я без обреза все оставил. То есть, все доски 1 метр. И также я разметил. Вот у меня 4 боковых, 2 подразрез и 2 нижних. Также я сделал, как размерил. Сейчас вам расскажу. В общем, 5 сантиметров отмерял. У меня диаметр 64. 5 сантиметров отмерял, и потом от 5 сантиметров размерял по 9 сантиметров. Потом эти 9 сантиметров делил пополам, потому что пополам как раз у меня будет входить сюда коробка. Это будет середина между 9 сантиметрами. И здесь получается, ну, у меня большое расстояние, сейчас скажу. То есть, между удилищами после отпива получается 2-2,40 примерно. Но еще шлифуется около 2 сантиметров, получается, у меня вот здесь будет расстояние. То есть, по 9 сантиметров, между ними метку ставлю 4,5 сантиметра, и буду в нее как раз заселивать. Одна планка, 10 удилищ. Мне кажется, вот так. А 64 я выбрал, потому что у меня карповое удилище, не только фидерное. И там все-таки бланк потолще, и 2 будет в одну ячейку входить сразу, поэтому я потолще. Сейчас я продолжу свои операции. И, в сути, именно шурповертом засверливать очень сложно, потому что я две дырки засверлил, одну не до конца, и уже устал. Поэтому лучше всего возьмите дрель вот в такую насадку. Дрель быстрее просверливает, в ней больше мощности все-таки. А шурик сдыхает, сдыхает. Ну, конечно же, у всех разные шурики. У кого-то электричество может быть, у кого мощный, тот, возможно, нормальный возьмет. Ну, я взял вот дрель. И сейчас, дальше продолжаю, сейчас нарежу дырки и буду собирать. Разрезать. То есть, мои всякие шторы сделаны. Сейчас вот здесь просверлил дырки, потом распущу лампу, посередине ровно так распущу лампу, это у меня лампы, и после этого буду собирать. Субтитры делал DimaTorzok Я все закончил, все детали подготовлены. Вот это верхняя планка, вот это нижняя планка, и это нижняя вот так будет держать. Смотрите, я отмерил здесь 10 сантиметров, и отнизу я отмерил 27 сантиметров. Соответственно, на 10 сантиметров я прикручу заднюю планку, а переднюю планку на как раз расстояние 27 от пола. А вот эту планку я просто вот так примерю, как она есть во всю ширину, она в кубу встанет вот так во всю ширину у меня. Так, шуруповерт, и погнали. Измерю, толщина досок у меня 22 миллиметра, поэтому я буду использовать саморезы. И саморезы довольно-таки существенные, но саморезы по дереву, кажется, 55 миллиметров, чтобы они прям хорошо держали и скрепляли доски. Есть поменьше, но они поменьше, меньше, хуже будут держать. Сами понимаете. Так, сбоку. Сами понимаете. Ну, друзья, в процессе пока я делаю, я понял, что я делаю. стойка вот такая, она подходит, когда вот две стойки совмещаются, вот как я сделал, да, и когда становится удилище, оно наклоняется, все, и здесь в преднаконе она держится хорошо. Вот, то есть, с шифт вот таких части вы можете вот такую стойку себе хорошую в гараж сделать. Вот как она сбоку смотрится, может даже с катушками стояться. Но, я хотел сделать именно себе стойку, которая стояла около стены, с одной стороны, вот так, нужно делать ее шириной 25 сантиметров. У меня не было этой доски, у меня 12 сантиметров. Доска, я вам сразу сказал, я делаю из остатков то, что у меня есть в гараже. И сейчас я вам дальше покажу, как сделать, чтобы она к сетке стала. Смотри, ребят, нарастил доску 7 сантиметров, где-то 19 получилось. И удилище вот по кольцам все нормально встали, все держится. То есть, если вам нужно, то доску убирайте минимум 20 сантиметров. Ну, для того, чтобы она встала хорошо именно к стене. Если вы хотите, вот как не стене, а просто проходная у вас площадь сделать с двух сторон, то, значит, и доски для 12 хватит. Вот, смотрите, вот такая у меня получилась конструкция. Я думаю, стойка нормальная. Я еще сейчас покрашу и повешу, и покажу, как вам все это выглядит уже в готовом виде. Уже в конце. Сейчас подготовлю прескатурт. Мне осталось немного краски. Я смешал отворот от мебели. Цветы не одинаковые мне у меня. И я хочу покрасить. Так как у меня все-таки доски старые, я хотя бы их немного ошлифовал, но в любом случае это уже не новая, как говорится, не магазинная. Поэтому хотелось бы помочь, чтобы она была в более привычном виде. Я сейчас раскапываю тут брызгану и буду тут такая. Что, красишь? Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»